в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго и ведущий эдуард румер и геннадий нам все таки удалось соединиться с украинской журналисткой телеведущей певицей и очень красивой женщиной олеся и бацман олеся добрый вечер добрый вечер мы извиняемся что так получилось это конечно накладка но мы все равно очень рады что вы откликнулись на нашу просьбу с нами поговорить для наших радиослушателей и всех тех кто смотрит нас на нашем youtube канале олеся скажите спасибо спасибо мы вот до встречи с вами обсуждали такой вопрос студии как свобода слова на ваш взгляд свобода слова в украине что это такое сегодня если эта свобода слова как она воспринимается обществом свобода слова это главная ценность украины это главное ее достижение за годы независимости это собственно говоря главное наше богатство которое мы получили благодаря двум революциям потому что если обо всех других достижениях можно дискутировать то то что касается свободы слова это абсолютная без запречная кто кажуть украинскую наше сегодняшнее достоинство и наше огромнейшее преимущество перед другими странами потому что ну что такое свобода слова это возможность конкурировать это возможность вести открытый политический процесс это возможность сменяемости власти по воле народа если народ считает что эта власть ведет себя неправильно некорректно или преступно по отношению к народу это самый правильный демократический инструмент для того чтобы собственно говоря наводить порядок в своей стране поэтому конечно же свободы слова в украине есть и пока она будет пока в украине все будет хорошо потому что я вам хочу сказать что я точно знаю что как минимум наши соседи россия беларусь очень сильно завидуют нам именно потому что у нас есть свободы слова и когда я общаюсь не только со своими коллегами журналистами из этих стран а даже просто будут с обычными людьми вы знаете вот только они понимают что такое свобода слова и нас насколько она важна потеряв ее потому что это как возможность дышать и в ковидное время это мое сравнение особенно понятно будет всем потому что человек когда дышит он на принимает это как данность он не ценит это и только теряя эту возможность попадая на ивл в реанимацию умирая в муках человек понимает что такое он потерял так вот вы знаете когда сейчас я вижу истории вот я наверное сейчас вспомню короткую но очень интересную историю мы недавно делали интервью на нашем сайте гордона она вышла с главой белорусского радио свобода и он рассказал одну очень страшную историю учительница на пенсии из минска вдруг в 6 утра к ней звонят квартиру она в чем была ночной рубашки открыла дверь к ней врываются восемь человек форме восемь человек в погонах и забирают ее в тюрьму в другой город причем ее везут ей даже не дали возможность одеться несколько дней ее подвергают насилию в тюрьме эту бедную учительницу уже пенсионерку а ей не дают спать ей не выдают ни подушек не постельного белья не и раздевают ее унижают через несколько дней к ней приезжает сын и просит правоохранителей отпустить ее та машина на которую он приехал они тут же ее экспроприировали в пользу государства как бы но отпустили под домашний арест сейчас ее ждет суд вот как вы считаете что такого страшного она сделала может быть она участвовала в каком-то теракте заговоре по свержению лукашенко по смене государственного строя в беларуси или хотела взорвать какие-то дома с мирными жителями нет она несколько месяцев назад в фейсбуке под постом где милиция избивала протестующих молодых ребят мирных протестующих на улицах минска написала комментарий одно слово она написала твари вот за это она получила вот такой ответ от этого государства вот такая свобода слова приводит к той диктатуре которую мы наблюдаем олеся а кстати вы не получали угрозы со стороны белоруссии в свой адрес или в адрес дмитрия гордона но мне кажется что они были максимально публичные когда на одном и на одной из каких-то мероприятий где лукашенко собирал журналистов еще каких-то по моему экспертов а он рассказал о том что дмитрий гордон это мерзавец что он слишком много говорит по его мнению и мол за это конечно же нужно его образумить и посидеть ему надо в белорусском сизо и честно я уже не помню но смысл был именно такой то есть он не стесняясь на весь мир озвучил это поэтому что-то другое обсуждать мне кажется сейчас нет смысла абсолютно и я мы знаем что у вас есть свой youtube канал олеся бацман хотел сказать олеся гордон но это неправильно олеся бацман и призываем всех наших радиослушателей тех кто пользуется ютубом подписываться на этот youtube канал очень интересны там можно посмотреть много интервью с известными очень интересными людьми в связи с этим вопрос если бы у вас была возможность задать вопрос владимиру путину три вопроса три вопроса какие бы самые важные вопросы вы бы ему задали мне кажется это не тот человек с которым возможен блиц потому что у меня в первую очередь как у гражданки украины накопилось к нему такое количество вопросов претензий что это был бы очень тяжелый и долгий разговор олесь а вот продолжает тему журналистики если в украине на ваш взгляд пропаганда и ваше вообще отношение к пропаганде вы понимаете что я имею ввиду первую очередь россию то что они вытворяют в отношении украины это безобразие но если брать украину есть в украине пропаганда ну если мы говорим о пропаганде здорового образа жизни потому что бывает же хорошая пропаганда плюс но только последнее время что-то они не слышно а это слово всячески забрали под себя некие скобеевы соловьёвы и им подобные российские пропагандисты которые своей профессии сделали служение стране агрессору и за деньги собственно говоря они всячески разжигают ненависть между украина и россии между россией и америка и ну в общем врагов то у них много но в первую очередь кстати украина потому что я там меня профессиональный интерес я постоянно смотрю их ток-шоу вот главное федеральное и и я вам скажу но это какая-то просто крыльство кривых зеркал потому что у них вообще нет россии российских тем у меня такое ощущение что скобеева соловьёв они живут в украине потому что обсуждают они только украину они мне кажется намного лучше знают украинских политиков журналистов экспертов чем российских они с ними заочно дискутируют они всячески рекламируют дмитрия гордона потому что не дня без строчки дмитрий гордон там каждый день немного они его всячески обзывают последними словами и фашисты бандеровицы и вообще там непонятно кто спасибо им большое они меня там рекламируют очень часто поэтому вы знаете ну за это конечно можно им только сказать большое спасибо потому что хоть слова правда это на кого-то повлияет кто посмотрит позитивно то что касается украины украина конечно же проигрывает информационную войну я считаю чистую 8 лет войны реальной и как раз в сфере информации у нас огромные шансы быть услышанными и огромные шансы выиграть потому что здесь то нам не нужно меряться армиями физическими а физически конечно же российская армия превосходит украинскую но вот то что касается информации мы же не недооцениваем информацию как оружие тем более двадцать первом веке мы понимаем насколько это важно и порой это важнее чем танки настоящие живые танки так вот учитывая что правда то на нашей стороне украина просто обязана себя вести в информационном поле международном в том числе более активно более перехватывать инициативу вы знаете потому что контр пропаганда это всегда ты пытаешься как-то пойти за этим паровозом и вслед что-то крикнуть то что ты кричишь вслед не слышит нужно самим ехать вперед и за собой вести понимаете и вот вот эту тему мы конечно же я считаю не дорабатываем не при прошлом президенте не при этом президенте у нас к сожалению не отстроена на достаточном уровне система собственно говоря информирование о том что происходит в украине что происходит между украиной россии на самом деле что происходит внутри россии почему нам приходится жить с таким опасным соседом а по факту еще и с белоруссию которая по сути уже одна страна вместе с путиным и конечно же ну слушайте я приезжаю в любую гостиницу мира когда я пытаюсь найти украинский канал я не могу это сделать но российских каналов пропагандистских конечно же потому что там других уже нет кстати о птичках о свободе слова там великое множество то есть если раньше было два три российских каналов то сейчас обычно уже пять шесть семь кнопок разных российских каналов поэтому конечно же они работают прекрасно конечно же они работают прекрасно сломами международными что это значит с начиная от президента которых они просто своими деньгами нефтедолларами делают агентами влияния россии своими ну слушайте это шредеризация которая шагает по стране мы же не знаем что сейчас еще с меркель будет правильно то есть мы не понимаем чем это закончится я не хочу в это верить но я уже не удивлюсь если после того как она уйдет мы ее увидим на каком-то из руководящих постов понимаете в государственных российских компаниях потому что так это активно сейчас все происходит и к сожалению западные лидеры не стесняются брать эти деньги я вот могу сослаться на интервью который дмитрий гордон не так давно сделал с сергеем пугачёвым она уже набрала на миллиона восемь просмотров пять с половиной часов и фантастически для такого длительного интервью почти стопроцентная досматриваемость то есть все люди которые кликнули на это интервью они не посмотрели вышли они просто влипли туда вот они они им интересно они вовлеклись кто такой сергей пугачёв но я для зрителей немножко объясню тогда быстро это человек который многие годы до 12 13 12 года был ближайшим соратником путина одним из его ближайших друзей человек который собственно говоря привел путина на пост начала премьер-министра потом президента россии он рассказал такие потрясающие вещи даже если мы будем в чем-то сомневаться что-то чему-то не верить тем не менее есть факты и ситуации которые проверяются есть то за кулисье о котором он сказал так вот он там в том числе рассказывал о том как щедро путин покупает этих людей западных политиков западных лидеров и как они охотно покупаются а олеся рональд рейган и билл клинтон в америке считаются такими красивыми мужчинами вот вы как женщина можете сказать владимир зеленский крутой мужчина ну но давайте я сошлюсь на рейтинг который был в ох мы недавно это вспоминали еще с одним участником этого рейтинга с доктором комаровским если вы знаете человека специалиста порядочнейшего просто мужчину очень талантливого нашего друга вот мы сидели с ним на на одном ужине и говорили о том что он был такой рейтинг журнала вива ну глянцевый такой журнал красивый а я не знаю кстати он сейчас издается или нет и он ежегодно устраивал такие красные дорожки с рейтингом самых красивых мужчин украины голосовали за этот выбор всегда женщины украины то есть это такой был собирательный образ а не кто-то там вот один субъективно сказал так вот он вспоминал как он в двенадцатом что ли году или одиннадцатом будучи до этого самым красивым мужчиной передавал свой титул свой приз владимиру зеленскому он вручал который тоже стал самым красивым мужчиной еще я помню что там был среди самых красивых савик шустер тоже мой большой друг и человек с которым мы работали шесть лет я была частью его команды здесь мы делали ток-шоу свобода савика шустера собственно говоря человек который я считаю в украину и принес вот это прямо эфирное самое свободное ощущение того что политики не небожители что они такие же люди что их можно вывести из зоны комфорта с помощью конфликта прямого эфира и вот собственно говоря раздеть их до такой степени что они сбрасывают маску и люди видят за кого они голосуют или за кого они не будут точно голосовать олесь вот мы сейчас у нас так и времени не так много да мы потом начнем задавать такие вопросы более легкие поэтому сейчас еще такой серьезный вопрос украинское общество на ваш взгляд в какую сторону больше склоняется сторону консерватизма либерализма или такого а квасного патриотизма что тоже наверное есть имеет значение вы знаете как бы вот как бы так точнее сказать вот украинцы они вот очень свободолюбивая вот мы сегодня начали со слова свобода слова вот я могу это красная наша линия которая проходит через все запорожская сечь вольница кто такой казак вот мы никогда не будем мириться с тем кто придет и жесткой рукой начнет нам рассказывать как нужно жить насаждая свои жесткие правила вот почему у нас много так президента почему у нас только один леонид кучма смог быть на двух сроках да мы мы понимаем что такое сменяемость власти и украинцы они быстро влюбляются они могут быстро очароваться но они очень быстро разочаровываются и от любви от печали до радости до от любви до ненависти пол шага очень часто бывает поэтому вы знаете вот это это такое ощущение свободы оно является предохранителем для нас предохранителем того что мы не скатимся в диктатуру и любые инициативы власти любой власти которая будет пытаться идти против свободы слова против ущемления демократических институтов они в итоге приведут не к хорошим последствиям для этой власти поэтому вот сейчас там у нас есть несколько инициатив да которые власть выдвигала с точки зрения свободы слова там законопроект один информации законопроект о медиа и так далее вот если власть пойдет дальше и попытается их пролобировать то собственно говоря это скажется очень сильно на рейтинге и на том насколько долго эта власть продержится Олеся мы когда договорились с вами я говорил что мы будем говорить о женском взгляде на Украину вот Украина имеет женский род это Украина это блондинка ветреная женщина брюнетка женщина вамп или например рыжая загадочная женщина что бы вы выбрали вы знаете вот сейчас вы задаете очень сложные вопросы я к такому управлению сложности честно говоря не была готова я никогда так не думала у меня наверное мозги устроены по другому ну как бы вы определили не знаю не знаю не знаю вот я не знаю наверное да наверное для меня Украина женского рода но это мама это мама которая которая вот какая бы она ни была устала заболела раздраженная она все равно любимая ее все равно жалко ее никогда не бросишь и даже если она одета хуже чем другие ты все равно будешь к ней возвращаться и и к ней идти и всегда захочешь сделать так чтобы у нее все было хорошо ну вот наверное я так отвечу Олесь вы жена замечательного украинского журналиста Дмитрия Гордона я специально говорю замечательно потому что я действительно искренне это читаем мы общались с Дмитрием Ильичем и можем судить по нашему общению и мы смотрели его интервью его программу поэтому я это говорю очень откровенно и честно и искренне да а вы мама многодетная мама у вас трое детей есть такая пословица ну не пословица высказывания муж это голова а жена это шея и вот у меня вопрос как ваша шея может ли она насколько она свободно двигается с такой головой взаимодействовать ах сложно да да вы усложняете поднимаете сверхзадачи да вы знаете наверное залог успеха и залог семейного счастья это партнерство потому что Дима мой лучший друг ну кроме того что он мой муж мой любовник мой там вот 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 все мой он мой лучший друг и он говорит о том же поэтому поэтому очень важно когда я не знаю применим ли это применима ли это формула к всем остальным сферам работы но в журналистике это вот так классно взаимодействует когда вы знаете нам вот просто интересно каждый день каждый час обсуждать какие-то истории потому что из нашего обсуждения вроде бы как бы и домашнего но мы всегда говорим о каких-то интересных идеях которые когда мы вдвоем это обсуждаем вот таким брейнстормом они усовершенствуются и рождается еще что-то более креативное интересное то что потом собственно говоря ложится в основу успеха и ютуб каналов и нашего сайта и других наших проектов потому что ты постоянно находишься в тонусе это как такая тренировка да зарядка но но для ума и у нас нет распределения когда ты вот работа вот дом вот только семья только дети у нас все так смикшировано но это не напрягает потому что мы кайфуем от работы вот мне повезло я совпала с моей работой она и мое хобби вот если у меня спросите есть ли у вас хобби но у меня наверное нет хобби потому что я все время погружена в процесс творчества ну вот вы меня назвали певицей спасибо вам конечно большое я так улыбнулась за такое представление я балуюсь я очень люблю петь я в детстве мечтала стать певицей действительно это было так я там ходила занималась там какие-то коллективы я пела но я не стала певицей так вот вот журналистика это как раз вот на уровне любви и хобби поэтому вот то же самое можно сказать и о Диме несмотря на то что он не оканчивал профессионального университета по специальности журналистика он такой родился вот он родился журналистом он закончил строительный но все равно его кривая его настойчивость не кривая его настойчивость его энергия его трудолюбие вывела туда куда он должен был прийти и он в советское время это был такой единичный уникальный случай когда после окончания строительного университета вы помните тогда было распределение всегда нельзя было идти куда ты хочешь к ректору пришел главный редактор одной из самых популярных в советское время газет и попросил его распределить его в газету и ректор написал это распределение Олеся на какую из мировых трех значимых должностей вы однозначно рекомендовали бы женщину ООН НАТО или международный олимпийский комитет да нет этого гендерного слушайте принципа есть принцип профессионализма порядочности и твоих талантов но все таки ну вот я в это не верю да есть профессии где с точки зрения физических возможностей вот ну женщина просто не может это вытащить потому что физиология другая или мужчина не может с этим справиться потому что физиология другая то что касается политики то что касается руководства ну вообще не имеет значения женщина ты или мужчина имеет значение вот все вышеперечисленные мной качества поэтому мне очень не нравится когда рассматривают с точки зрения вот вот этого а скажите это важно то есть ну для НАТО что важно чтобы НАТО эффективно защищало всех своих членов и все страны были в чистом кайфе от того что они в НАТО или НАТО важно чтобы на фотографии не знаю у их главы были красивые сережки или губная помада или наоборот понимаете нет же важен же результат поэтому я всегда меряю по результату Олесь вот вы сейчас упоминали то есть я когда вас представлял я сказал что вы певица потому что я видел как вы поете и в принципе певица это не потому что ты что-то заканчивал на мой взгляд там училище или консерваторию а просто потому что у тебя есть красивый голос и ты можешь выразить этим голосом какие-то свои чувства вот вы когда собираетесь семейным кругом или с друзьями какие песни звучат вот за вашим столом за вашим столом в вашем круге это народные популярные может Дмитрий Ильич кстати тоже хорошо поет мы видели он исполнял замечательную белорусскую песню какие вот песни в вашем арсенале предпочтения Дима записал наверное больше ста песен больше конечно и клипы много он клипов снял с такими реально известными крутыми талантливейшими певцами и с Тамарой Гварцители и с Валерием Леонтьевым и с Розенбаумом и с Могилевской в общем много всего было смотрите мы очень любим когда мы собираемся у нас дома или у наших каких-то друзей как-то так совпадает что мы все любим петь и у нас есть караоке и у друзей там есть караоке и мы любим там петь в караоке когда когда мы поем ну какие песни выбираем слушайте очень разные у нас репертуар от шансона до народных песен от народных песен украинских до народных песен еврейских оперу правда никто не поет у нас не умеет и наверное не любит для караоке да и это было бы уже слишком для остальных соседей мы их как-то жалеем вот а так ну вот вот я не знаю под настроение вы знаете а мы должны наверное уже заканчивать к сожалению наш эфир большое вам спасибо за то что согласились с нами побеседовать мы очень надеемся что в этом году мы еще с вами встретимся и поэтому желаем вам и дмитрию гордону и всему украинскому народу благополучия здоровья всего самого-самого лучшего Олеся Леонидовна я хотел бы еще добавить что когда закончится эта пандемия все вот это вот то что происходит в мире мы бы очень хотели чтобы вы с Дмитрием Ильичем приехали в Чикаго если у вас будет получаться мы были бы очень рады с вами пообщаться провести время и в нашей студии и отдельно за столом так что всего самого наилучшего мы не прощаемся мы надеемся еще на нашу беседу к сожалению так получилось что очень мало времени с интересным человеком спасибо вам в караоке добавляю я в свою очередь приглашаю вас в Киев мы с удовольствием тут так точно споем в караоке спасибо большое всего самого лучшего спасибо